МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Курган. РУС Павлом Баевым. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Анжелина Джоли и Джуд Лолл, Николь Кидман и Джонни Депп, Моника Белуччи и Ума Турман, Натали Портман и Мадонна. Эти и другие звезды Голливуда приехали в Курган. Благодаря кому это стало возможным, узнаете в следующем сюжете. В Курганском областном культурно-выставочном центре открылась персональная выставка Никаса Сафронова. По данным независимой компании Левада Центр, он входит в число самых известных художников мира и является самым известным живописцем России. С современных проводила исследование компания Google. Если, например, вы наберете в поисковике 100 самых известных художников современности или вообще, в принципе, 100 самых известных художников, то единственная из ныне живущих будет Никас. Выбор нашего города для проведения выставки был не случайен. По словам арт-директора Никаса Сафронова, в Кургане сильнейшая художественная школа. У вас маленький провинциальный город, но, вы знаете, у вас очень сильные учителя именно в художественных школах и училищах. У вас очень хорошие выпускники. Это реально так. И вот, условно говоря, если 20 человек отучилось в Кургане, в художественном училище, все 20 в Москву и в Питер поступают без проблем. На выставке представлены только оригиналы, никаких копий. В экспозицию вошли все стили и направления, в которых работает художник. То есть это и сюрреализм, и символизм, и авторский стиль, в котором попал в книгу рекордов Гиннесса. Называется он Dream Vision. Это, безусловно, портрет известных людей. Также его неоднозначная, но, безусловно, не оставляющая никого равнодушным техника, а люди-животные. Сам себя Никас Сафронов называет романтическим символистом. Его работы очень позитивны и светлы. Каждый посетитель выставки найдет в них что-то свое, но ни один не уйдет с тяжелыми впечатлениями. То, что видит зритель на картине, тот образ, он как раз и интригует. Он порой непонятен, он загадочен. Именно поэтому хочется додумать, расшифровать и еще раз вернуться к какой-либо картине. Особым вниманием у зрителей пользуются работы с известными личностями. Те из них, где изображены наши современники, писались с оригиналов. То есть курганцы могут увидеть картины, которые создавались в присутствии Джонни Деппа и Анжелины Джоли, Николь Китман и Джуда Лоу, Моники Белуччи, Умы Турман, Натали Портман, Мадонны и многих других звезд. На некоторых картинах уже в день открытия выставки висела ленточка с надписью «Продано». Это значит, что работы Никаса Сафронова можно не только посмотреть, но и купить. Выставка продажа. Не все картины продаются, но в основном большая часть можно приобрести в частную коллекцию. Добавим, что тоже вторая выставка работ Никаса Сафронова в Кургане. А вскоре, возможно, всемирно известный художник приедет в наш город и сам. Ориентировочно 6 и 7 июня мы хотим сделать два дня это встречи непосредственно, конечно, с посетителями, да, выставок за зрителями и провести ряд мастер-классов в художественных училищах. По словам директора культурно-выставочного центра, выставка Никаса Сафронова стала настоящим культурным событием для города Кургана. Мы приглашаем всех. Выставка работать будет до 17 июня. Двери наши открыты. Для посетителей также продаются сувенирные продукции. Я думаю, все останутся довольны. Это очень интересно. Ала Маковеева, Николай Волков, Дмитрий Тихонов, Лидейко и Городцева, информационное агентство Курганру. Восстановление домов культуры – одно из важнейших условий инвестиционной привлекательности любого муниципального образования. Об этом заявил губернатор Курганской области Алексей Кокорин в ходе своего рабочего визита в Шумихинский район, дом культуры которого претерпит существенную реконструкцию. Из областного бюджета на эти цели будет выделена субсидия в сумме 2 миллиона 800 тысяч рублей. Средства будут потрачены на восстановление кровли и косметический ремонт зала. Все работы планируется завершить к концу октября текущего года. Уникальный танцевальный коллектив, развивающий традиции афроамериканской культуры. 30 мая в 6 вечера в областной филармонии состоится выступление ансамбля современного танца Dayton Dance Company. Труппа, получившая мировое признание, совершила международные гастроли в Канаде, Чили, Китае, Франции, Германии, Польше, России и Южной Корее. В Курган прямиком из Штатов. Зрителям представят одноактовые балеты. А для зауральских танцовщиков 29 и 30 мая запланировано проведение мастер-классов. Все подробности вы можете узнать на сайтах филармонии и нашего информационного агентства. Как улучшить успеваемость детей и как контролировать время, которое они проводят в сети? Этими вопросами задаются многие родители, а компания Интерсвязь предлагает простое и действенное решение для заботливых мам и пап. Функция мобильного предложения «Родительский контроль». Сегодня практически в каждом доме есть доступ ко всемирной паутине. В интернете содержится огромное количество полезной и интересной информации. Но порой юные пользователи уходят с головой в реальность сетевых игр, отказываются от живого общения в пользу виртуального, забывают о своих настоящих друзьях и увлечениях. Заботливых мам и пап, которые стремятся к тому, чтобы их дети были успешны в будущем, подобное положение дел не устроит. Именно для них была разработана услуга «Родительский контроль». Мы провели небольшой опрос среди родителей Кургана и выяснили, что большинство детей и подростков предпочитают проводить время в сети, нежели общаться с друзьями, одноклассниками. В среднем это занимает 4 часов, если же это необходимо для образования, то здесь уже пожалуйста. Если касается развлечения, то здесь нужно знать уже меру. Достаточно много, и меня, конечно, это же беспокоит. Хотелось бы, чтобы меньше времени они проводили в интернете, побольше гуляли, общались со сверстниками, играли на улице. Для заботливых мам и пап Интерсвязь предлагает бесплатную опцию «Родительский контроль». Воспользоваться ей можно через мобильное приложение популярного провайдера. Основное преимущество функции заключается в возможности управления доступом к интернету из любой точки планеты. Находясь на работе или в поездке, взрослые получают уверенность в том, что их чадо уделяет время действительно важным занятиям. Когда мы только запустили родительский контроль, нам посыпались звонки от благодарных родителей. Для каждого родителя его ребенок – это самый важный человек. И заботливые родители заинтересованы в том, чтобы их дети больше гуляли на свежем воздухе, читали книги, общались с друзьями. Как говорится, делу время, интернету час. Родительский контроль актуален именно сейчас, когда заканчивается учебный год и летом, когда родители находятся на работе и не знают, чем занимается их ребенок дома. Данная опция бесплатная и доступна в мобильном приложении компании «Интерсвязь». Функция «Родительский контроль» – это современный подход к воспитанию вашего ребенка. Попробуйте прямо сейчас. Для того, чтобы начать пользоваться опцией, достаточно просто скачать мобильное приложение «Интерсвязь». После этого перейдите в соответствующий раздел и активируйте функцию. Включать и отключать домашний интернет можно как вручную, так и по заранее установленному расписанию. Более подробную информацию о функциях мобильного приложения «Интерсвязь» жители города Кургана могут получить на сайте «Интерсвязь.рф», в центрах обслуживания абонентов, а также по бесплатному номеру 8 800 2747. Звоните прямо сейчас. Спортивный характер закаляется здесь. В Кургане стартовал открытый кубок области по боксу. Победители смогут принять участие в чемпионате Уральского федерального округа. Подробнее об этом расскажет наш спортивный обозреватель Михаил Котельников. 24 мая в Кургане стартует открытый кубок области по боксу. Участие в состязаниях примут спортсмены из Курганской области, Тюмени и Челябинска. Помимо мужчин, на ринг выйдут и представительницы прекрасной половины человечества. Курганский бокс развивается рывками. За все время существования региональной федерации бокса были как спады, так и подъемы. Три года назад в составе сборной России представитель Курганской школы бокса Константин Мишечкин стал победителем первенства Европы. А начинал он свою карьеру именно с подобных турниров. Ну нам же нужны здоровые люди в будущем, правильно? Мы же не думаем только о сегодняшнем дне. Много же слов говорят инвестиции. Вот в данном случае это инвестиции в будущее. Прямые инвестиции. Потому что сегодня мы вкладываемся, а завтра мы будем получать нормальное, хорошее, здоровое поколение. В течение нескольких дней на ринг выйдут юниоры 2000-го, 2001-го годов рождения, а также мужчины 99-го года рождения и старше. В турнире примет участие и прекрасная половина человечества. В возрастной категории девочки, юниорки и женщины. Первые бои уже завершились. Есть и победители. Все в порядке. Организация, как всегда, в принципе, на высоком уровне. То есть, все нормально. Сейчас начнем, будем боксировать. На данный момент цель это первенство Урала среди молодежи 19-22. А на этот победить, конечно. Как еще-то. Эти соревнования завершают спортивный сезон для боксеров. От этого и значимость состязаний возрастает во всем уральском округе. Этот турнир, как таковой, он в календарном плане и он практически абсолютно образом не затратный. Но полезен для наших ребят этот турнир класса Б. Здесь, по итогам проведения трех боев, парни сможет получить разряд кандидата мастера спорта. Вот основная цель. Победители у мужчин будут представлять за Урале на чемпионате Уральского федерального округа. Майский кубок традиционно организован компанией «Велес» и областным спортуправлением. Турнир проходит при поддержке правительства Курганской области и собрал сильнейших боксеров Урала и всех любителей этого вида спорта. На проведении соревнований, которые организует «Велес», я уже не первый раз и не первый год, поэтому довольно-таки на высоком уровне. Поэтому в прошлом, нет, в позапрошлом году они проводили чемпионат Урала, также вообще был уровень великолепный. И организация, и уровень проведения соревнований вообще было очень здорово. Состязания лучших боксеров всего Уральского федерального округа продлятся в спортивном комплексе «Велес» до 27 мая. Михаил Котельников, Дмитрий Тихонов, Антон Тиженков, информационное агентство Курганру. На этом все. Еще больше новостей, то, что вам действительно интересно, читайте на нашем сайте и официальных страницах в социальных сетях. Но не переключайтесь, эфир продолжит проект «Топ-модель по-детски». А я с вами прощаюсь, всего доброго. Федеральное агентство лесного хозяйства предупреждает «Не жги сухую траву, будет пожар!» В случае обнаружения травяного или лесного пожара звони 8 800 100 94 00. Генеральный партнер проекта ООО «Торговый дом «Снежный город». Кто-то поет, а кто-то рисует, кто-то танцует, а кто-то вышивает крестиком. Участница проекта «Топ-модель по-детски» готовит свои творческие номера в продюсерском центре «Фабрика талантов». Давайте же посмотрим, что же у них получается. Полуфиналистка конкурса «Топ-модель по-детски» Соня Степанова, как мы знаем, мастерится на все руки. На кастинге проекта она продемонстрировала свой талант и показала нам даже рюкзак для кота. И каково было наше удивление, когда на испытание в продюсерский центр «Фабрика талантов» она пришла с танцем. Этот танец я выучила в школе. Мы его танцуем на разных, например, праздниках. Победительница должна обладать свойствами, то, что она должна не бояться ничего, красиво ходить. У нее должна быть хорошая речь, она должна любить вступать, потому что люди должны показать свою творческую сторону. Я обладаю этими качествами. Я достаю на победу, потому что я талантливая. Я бы думала, что председать на победу может быть Маша. Вот так вот легко Соня Степанова отдала бы победу в нашем проекте Маше Ивановой. Но не все конкурсантки так щедры. Вот, к примеру, Агата Бородина делает все, чтобы главная корона досталась именно ей. Сегодня мне понравилось на фабрике талантов. Мое сегодняшнее выступление здесь было репетицией перед завтрашним конкурсом. Мне бы хотелось выступить на финале с творческим номером, еще раз показать черлидинг. Несмотря на любовь к черлидингу, для испытаний Агата подготовила совсем иной творческий номер. Меня смотрят и болеют из-за меня, мама. Девочки рассказывают, что видели меня по телевизору или в интернету. И если от Агаты исполнение на ее инструменте мы могли ожидать, то образ следующей участницы стал настоящим шоком. Субтитры создавал DimaTorzok Алена, что тебе больше нравится, петь или танцевать? Я больше люблю танцевать, поскольку пением я специально не занималась. У тебя сегодня неожиданный образ. Почему ты его выбрала? Ну, я хотела показать, что я могу быть не только милой девочкой, как все считают, но и такой... Еще этот образ выбирался под песню, ведь песня такая джазовая. Ну, я решила, что надо показать, что я умею говорить по-английски. Она мне очень нравится, хотя смысл в ней весьма печальный. Как ты думаешь, почему модель должна обладать несколькими талантами? Чтобы показать, что она умеет выкрутиться из каких-то ситуаций. Да, безусловно, я бы хотела победить. Не знаю, могу ли я рассчитывать на победу, ведь многие девочки там занимаются в альтернативе, а у меня небольшой опыт. Она должна быть раскрепощенной, ничего не бояться, должна быть настоящей, не говорить заученными словами. Я думаю, у меня есть те качества, которые нужны для победы. Есть другие девочки, которые также достойны победы, не меньше, чем я. Ох уж, это женская дружба, которая сложилась во время съемок нашего проекта. Посмотрим, удастся ли участницам сохранить позитивный настрой в финале. Это самое творческое испытание второго сезона проекта «Топ-модель по-детски» и впереди еще масса сюрпризов. Не пропустите наши выпуски. А если и у вас дома растет настоящая маленькая звездочка, которая по каким-то причинам не стала участницей проекта «Топ-модель по-детски», но вы уверены, что ее, или может быть его, ждет большое будущее, связанное со сценой, то самое время прийти в продюсерский центр «Фабрика талантов». Здесь каждого ребенка обучат по таким направлениям, как эстрадный вокал, хореография, поющий английский и актерское мастерство. На «Фабрике» каждый ребенок станет настоящей звездой и будет светить на лучших сценах города, участвовать в крупных праздничных концертах и конкурсах профессионального мастерства. Звоните и записывайтесь уже сегодня. А попробовать свои силы можно уже сейчас. «Фабрика талантов» объявляет набор на летнюю смену. Прослушивания пройдут 2 июня в 11 часов и 4 июня в 17 часов в досуговом центре КГУ. Чтобы сохранить силы для будущих свершений, главное – вовремя подкрепиться. Выбирайте вкусную и натуральную продукцию от компании «Снежный город». Пельмешки, чебуреки, пирожки, вареники, котлетки и другие полуфабрикаты класса «Премиум» позволят утолить голод в считанные минуты. Все свое, родное, натуральное. Спрашивайте продукцию компании «Снежный город» в магазинах «Курганам». Курганам». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Все события оказались знаковыми для депутатов Курганской областной думы. В студии Алексей Старцев. Здравствуйте. Накануне в Зауральском парламенте прошли заседания всех профильных комитетов. В первом сюжете расскажем о ключевых вопросах в рабочей повестке. На заседании комитета по социальной политике парламентарии обсудили вопрос подготовки к летней оздоровительной кампании. Отметим, что на организацию летнего отдыха и занятости детей в текущем году планируется потратить свыше 243 миллионов рублей, что позволит охватить отдыхом и оздоровлением более 56 тысяч зауральских детей. Будет работать 416 профильных организаций, из них 18 загородных оздоровительных лагерей, 7 санаторно-оздоровительных учреждений, 3 санатория, 388 лагерей дневного пребывания. Кроме того, в планах реализация проекта – летняя академия профориентации, в рамках которого будут проведены фестивали профессии, мастер-классы и многое другое. Общее число участников проекта превысит 3000 человек. На контроле у депутатов и качество зауральских дорог. Этот вопрос стал главным для обсуждения на Комитете по бюджету, финансовой и налоговой политике. Из Дорожного фонда на развитие и содержание дорог определены средства в размере более 3 миллиардов 600 тысяч рублей. В июне текущего года Курган Автодор планирует завершить закупочную деятельность финансового обеспечения. Соглашения с муниципальными районами и городскими округами о направлении субсидий из Дорожного фонда заключены в марте 2018 года. Депутаты еще раз обратили внимание на улучшение качества выполняемых работ, чтобы как можно эффективнее использовать средства, направленные на дорожные работы. Мы заинтересованы, чтобы наши дороги как можно дольше служили, лучше сохранялись. И исходя из этого у нас и такая выработана политика в отношении работы дорожного управления. Мы добились того, что договорная кампания по работам дорожным должна заключаться в предыдущий год. Это очень важно, потому что люди уже структуры организации знают, что договора будут, они заключены, и заранее начинается приобретение материалов. Большую работу сейчас проводим за контролем качества выполняемых работ. И надеюсь, в этом плане нам тоже удастся определенных результатов добиться. Спикер Зауральского парламента Дмитрий Фролов призвал дорожников внимательно относиться к качеству проводимых работ, к подписанию актов и приемке дорог, чтобы подрядчик постоянно чувствовал контроль за своими действиями. Проблема дорог, она на сегодняшний день одна из самых острых. Поэтому качество выполняемых работ должно быть. Понятно, тотально каждую яму вы принять не можете, но сегодня такая возможность все-таки контролировать, она у вас есть. Вопросы энергосбережения и тарифов обсудили на заседании Комитета областной думы по экономической политике под председательством Евгения Кофеева. Основными целями программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Курганской области является повышение эффективности использования ресурсов и создания условий для перевода экономики и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития. Отметим, что экономия коммунальных ресурсов по объектам, находящимся в госсобственности по итогам прошлого года, составила более 10 миллионов рублей. При этом, как отметил Евгений Кофеев, не наблюдается снижение энергопотребления в органах исполнительной власти, а также в большинстве муниципалитетов Заураля. В частности, транспорт, используемый бюджетными учреждениями, не переоборудуется на более экономичное газомоторное топливо. Спикер Зауральского парламента Дмитрий Фролов порекомендовал профильному департаменту подготовить соответствующие предложения. От умственных побед до спортивных всего один шаг. В Китовской средней школе завершились научные конференции, в которых приняли участие ученики практически от каждого класса. В торжественной обстановке им вручили грамоты и благодарности, а заместитель председателя Курганской областной думы, а по совместительству и член Попечительского совета Евгений Кофеев, приготовил для них особый подарок. За достижения в школьной конференции Евгений Кофеев организовал для учащихся Китовской средней школы экскурсию на Курганский ипподром. Попечительский совет школы, который возглавляю, решили сделать вот такой подарок им, вывести их на наш Курганский ипподром. В большинстве здесь ребят не было, и это очень интересно, потому что ребята, которые занимаются в этих научных конференциях, они очень любознательные, они хотят знать родной край, они интересуются, и мы считаем, что лучший подарок – это знание. Дети погуляли по ипподрому, ознакомились с его историей и познакомились с лошадьми. Самые смелые проехались верхом. Как признались ребята, позже многие из них увидели этих статных животных впервые. Здесь очень интересно, поэтому я решил прийти. Почему лошади нравятся? Ну, они большие, на них можно кататься. У меня только положительные эмоции. Почему? Ну, мне нравятся лошади. Я уже не первый раз здесь, получается. Вот, покормить даже пришел. Кататься на них и погладить. Руководство школы и попечительский совет посчитали экскурсию, икону и прогулку хорошей идеей. Я считаю, что одна из самых главных сейчас наша задача – показать ребятам настоящую жизнь, которую они видят, возможно, через телефон своего экрана. Сейчас очень популярны какие-то электронные гаджеты. А сейчас действительно показать живых лошадей. Им сегодня провели экскурсию и рассказали о том, как можно ухаживать. Поэтому всегда ищем новые какие-то выходы, чтобы замотивировать детей. Директор школы признается, что ему будет очень приятно, если после этой экскурсии кто-то из учащихся образовательного учреждения свяжет свою жизнь с конным спортом. Это будет еще одна маленькая победа для всех. С вами был Алексей Старцев. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Первая киберарена Кургана открывает для вас свои двери. Десять мощнейших игровых станций, крутая клубная атмосфера, регулярные турниры и ивенты. Е-клаб – твой прямой рейс в киберспорт. Приходи, мы ждем именно тебя. Открытый городской турнир по дворовому футболу. Готовь документы, собирай команду, участвуй и побеждай. Это будет серьезная игра. Подробности в группе ВКонтакте и на сайте Курган.ру. Регистрация команд проводится по адресу Куйбышева, 36, офис 308. Этим летом захватывающие приключения ждут тебя. Журнал «Телесемь» объявляет семейную интерактивную игру «Сокровища Старого Парка». Ищи на страницах карту и специальные указания. Играй! 9 июня в Центральном парке культуры и отдыха состоится финал игры с поисками сокровищ. Подробности в журнале «Телесемь». Кадровое агентство «Р-45». Ищите квалифицированных сотрудников? Устали тратить время на просмотр резюме соискателей? Кадровое агентство «Р-45». Мы находим, вы выбираете. Хотите чувствовать себя уверенно за рулем в любое время суток? Солнцезащитный козырек для дня и ночи «Клервью». Обеспечит комфорт и безопасность движения, независимо от погодных и дорожных условий. Имеет две панели. Одна защищает от слепящего солнца днем, другая блокирует свет фар ночью. Изготовлен из качественного и крепкого оргстекла. Удобно складывается и монтируется. Подходит к любому типу автомобиля. Всего за 799 рублей. Заказ по телефону 55 48 55. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кубок Барбоса стартовал на сайте Курган.ру в разделе проекты. Присылайте фото ваших любимцев и выигрывайте призы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Ксения Аванесова. Магазин сейфа.ру предлагает современные сборные металлические стеллажи, которые добавят комфорта в вашу жизнь. Подойдут для хранения домашних вещей, рассады, зимних заготовок, инструментов, документов и многого другого. Металлические стеллажи можно приобрести по адресу улица Бурово-Петрово, дом 100, второй этаж, район Дзержинского кольца. Всегда в наличии на складе. Широкий ассортимент размеров и все по доступным ценам. Телефон для справок 42 88 82. А теперь о прогнозе синоптиков. В субботу синоптическая ситуация в Западной Сибири обусловится тыловой части циклона, куда с севера в сопровождении промозглых порывистых ветров продолжат поступать новые порции аномального арктического холода и массивы дождевой облачности. В Екатеринбурге плюс 7, плюс 9. Челябинске плюс 9, плюс 11. Тюмени плюс 6, плюс 8. Днем в Кургане облачно, временами дожди. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 5, плюс 7. Днем в Кургане облачно, вечером с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 8, плюс 10. Атмосферное давление будет расти и составит 756 миллиметров ртутного столба. 26 мая солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова